приветствуем вас в здравии и прекрасном расположении духа у нас сегодня агрогороскоп с 29 ноября и по 2 декабря 2021 года так незаметно и быстро летят месяцы 2021 года вот и финишный декабрь стучится уже в наши окошки и в наши судьбы пусть декабрь принесет всем мир добро благодатную погоду у одних декабрь это завершение сезона а для других начало закладка фундамента для урожая 2022 года всем 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 благодатной погоды солнечного настроения и удачи во всех ваших делах еще одно одно мгновение для нашей просьбы подписывайтесь на наш канал лайкайте комментируйте и делитесь нашими видео с другими зрителями пусть у них тоже все будет хорошо а теперь сам агрогороскоп вот он смотрите мы по 28 уже рассматривали с вами прошлый выпуск агрогороскопа и здесь у нас 29 ноября время когда луна перейдет из знака девы в знак весы что можно взять хорошего из девы еще кусочек какой времени для хороших дел давайте рассмотрим и естественно будем сразу говорить о том что мы можем делать уже после этого периода когда луна перейдет в знак весы а это будет уже после 12 часов желательно когда энергии уже успокоятся итак мы можем с посевов тут только до 8 часов можно еще черенки укоренять это цветоводы обычно делают или же кто-то другой кто желает декоративные или другие какие-то растения размножать посевы практически здесь не проводится единственное что можно вот весы уже вот этот знак очень хороший для подзимнего посева корнеплодных овощей если будет хорошая погода желание и можно эту работу выполнить рассада до 8 часов утра 29 можно высаживать цветочную рассаду и далее в саду что мы делаем нарезаем черенки для хранения но эту работу мы уже будем делать в знаке весы то есть после 12 часов почему потому что именно знак весы соответствует для того чтобы черенки создавать условия для черенков которые будут храниться то ли в холодильнике в подвале у каждого свой способ это черенки уже в знаке весы для того чтобы потом проводить весенние прививки или же укоренять обновить срезы благодатный день девы тельца козерога мы об этом будем говорить обязательно в 2022 году и обязательно эту тему будем освещать после 12 часов можно проводить зеленые операции цветы это уже интересная тема для тех кто вот очень многие пишут о том что хоризонтемы купили в горшках и когда это нужно сделать вот с 12 часов пожалуйста можете вот это дело делать очень хорошее перевалку мы у нас есть видео уже рассказывали на эту тему пожалуйста можете пересаживать свои хоризонтемы и в это время очень хорошо уже с 12 часов закладывать на хранение клубни цветочных растений луковицы все что у вас есть для комнатных цветов до 8 часов утра горячее время для черенкования укоренения черенков поливы и подкормки естественно поливы эффективны только до 8 часов утра и подкормки до 6 часов утра чтобы успели эти питательные вещества усвоятся растениям вот до этого периода до 12 до 11 часов до 10 часов даже чтобы в весах уже этот процесс у нас будет остановлен весы это стихия воздуха естественно в это время растение занято дыханием поэтому ранние вот такие периоды можете это все провести это касается цветоводов тепличников и жителей теплых стран сбор урожая естественно у нас есть до 100 человек из разных стран мира где тепло и они просят нас эту тему освещать поэтому мы пока оставляем вот эту тему эти вопросы поэтому говорим что после 12 часов пожалуйста можете собирать урожай для длительного хранения закладывать на хранение после 12 часов но и проводить заготовки после 12 часов уже дня ну и что касается квашения и настоек приготовления лекарственных настоек то в это время лучше не делать еще будут сильны энергии девы и естественно в качество этого продукта который вы собираетесь готовить оно естественно будет не очень хорошим а теперь рассмотрим придется рассматривать сейчас отдельно и вторник и среду и четверг почему потому что у нас получается что 1 уже декабря будет снова же две энергии течение дня и мы на них остановимся когда что будем делать ну а сейчас 30 завершающий день ноября в знаке весы уже полностью продуктивное время и продуктивной энергии весов что здесь хорошо подзимний посев корнеплодных овощей там где сеют это северные регионы южане не надо вот сейчас сеять это новички которые собираются сеять морковь свеклу будут еще резкие перепады температур будут потепления небольшие и ваши семена прорастут и погибнут при последующем похолодании поэтому только для северян что касается теплых стран то можете сеять в открытый грунт у вас проблем нет ни с морозом ни со снегом можно в это время корнеплодные вы спрашивали что можно можно редис можно морковь можно свеклу и что у вас еще растет из корнеплодов это очень хорошее время весы рассада только рассада цветов во влажную землю поливать в это время нельзя только цветочные весы покровительствуют цветам сад нарезка черенков для зимнего хранения вот это хорошее время они не загнивают эти череночки очень хорошо хранятся зеленые операции проводим а вот с цветами продолжаем работу если не делали закладку на хранение клубней локовиц а также пересаживаем хризантемы но только в увлажненную землю не поливаем для комнатных цветов очень актуальна защита следите чтобы не развелись особенно сейчас тля которая осталась еще и белокрылка еще у некоторых мне описывают и присылают завелась уже принесли с цветами которые купили и она переходит на другие растения будьте внимательны профилактически проводите биопрепаратами различные обработки для того чтобы защитить ваши все растения от вредителей и для и тоже для болезней тоже профилактика хороша и так еще что можно делать для комнатных цветов это зеленые операции в весах дни стихии воздуха отлично поливать дни стихии воздуха и подкормку проводить нельзя зато тем кто собирается собирать урожай перерабатывать его зеленый свет включается делайте но квашение не проводим сухая капуста получается и яблоки такие жесткие зато можно готовить лекарственные настойки в весах очень хорошие получаются любые но особо сейчас убывающая луна если вы будете корни это касается теплых стран если вы сразу же вы капываете корни и готовите настойку пожалуйста самый лучший сейчас корни дают лучший эффект но если вы засушили летний период и сейчас хотите приготовить делайте любые настойки мази все что вы запланировали из ваших заготовленных лекарственных трав теперь рассмотрим вот этот день 1 декабря он очень интересен будет потому что будет луна без курса в весах это будет спящая луна 7 часов 22 минут до 14 часов 56 минут до времени перехода в знак скорпион поэтому видите у нас тут время вот разделилось что мы делаем в один период что в другой и очень важно многие ждут время скорпионы когда можно уже какие-то работы делать поэтому давайте более подробно рассмотрим этот вопрос итак посевы после 15 часов это для тех кто в теплице выращивает на подоконнике можете сеять сидираты в теплых странах тоже уже это культура этот агроприем используется но лучше всего в это время заниматься проращиванием семян на микрозелень у скорпионе после 15 часов можно любые семена проращивать и получится очень хороший результат рассада вот как раз после 15 часов кто собирается пикировку проводить перевалку посадку рассады очень хорошее время после 15 часов заметьте себе и обязательно вот это дело можете проводить спокойно и уверенно все получится хорошо в саду можно проводить укрытие растений только до 13 часов ну и если вы собираетесь еще и нарезать череночки то рано утром до 7 часов можно это делать но тут такое время луна без курса лучше в это время когда луна отдыхает никаких таких дел которые закладывают будущее или саженцев растений и урожая мы не проводим зеленые операции проводим до 13 часов позже нельзя потому что ранка должна засохнуть и период скорпиона уже быть сухой цветы снова же закладка на хранение до 13 часов пересадка хризантем снова тем кто еще собирается пересаживать так вот пересадку можно проводить именно после уже 15 часов и можно посадку пикировку перевалку для комнатных цветов делать и естественно поливы и подкормки но они проводили лучше их проводить с 15 часов полив а подкормку уже 17 часов после момента когда уже полностью влагозарядка земли произойдет вот тогда второй вот этот полив уже с удобрениями но естественно у нас смотрите скорпион энергии скорпиона будут уже воздействовать на на то что выросло поэтому и сбор урожая и закладка на хранение заготовки квашения и лекарственной настойки не делаем здесь у нас выходной в этих делах ну и теперь пожалуйста вот этот день переходный у нас очень интересный день 2 уже декабря почему переходный да потому что в этот период получается начало уже гекаты впереди у нас 4 декабря затмение солнечные естественно новолуние и поэтому будьте добры время гекаты в это время не сеем не садим что можно сделать в скорпионе до 10 часов 35 минут до 10 часов лучше проращивание семян для микрозелени и все единственное что можно еще в скорпионе посеять для теплых стран снова же спрашивали можно редис он очень вкусный сочный получится или же те кто выращивает в теплице отапливаемые теплицы есть можете это сделать далее рассада до 10 часов постарайтесь утра высадить все пикировку проводить перевалку посадку все вот эти работы с рассадой до 10 часов геката это плохое время и плюс энергии солнечного затмения сад зимняя влагозарядка для южных регионов земля очень сухая по крайней мере у нас и поэтому очень важна влагозарядка даже те осадки которые выпадают они не увлажнили землю так как надо для зимовки зеленые операции не проводятся это время скорпиона естественно в знаке стихии воды ничего не режем цветы до 10 часов пожалуйста пересадите хризантемы это вот что можно в скорпионе сделать для комнатных цветов тоже до 10 часов перевалка пересадка поливы подкормки это кстати поливы подкормки можно проводить весь день здесь никаких проблем не будет с этими агро приемами ну и завершаем агрогороскоп работами связанными со сбором урожая закладкой на хранение заготовки квашения в это время в дни скорпиона мы это не проводим тем более что время гекаты а геката и солнечное затмение вносят коррективы в эту важную работу теперь наша постоянная рубрика луна для дома и для здоровья рассмотрим ее также с 29 ноября по 2 декабря 2021 года посмотрите здесь тоже у нас очень хороший такой важный день но мы должны разделить тоже некоторые дела и здесь важно что в 9 до 12 часов вы должны помнить что может быть дым поэтому если первый раз растапливаете или после уже охладилась печка или камин то до 12 часов не топите а уже когда будут весы знак стихии воздуха ветер то можно уже растапливать стричь волосы 29 можно красить можно мыть волосы очень хорошо очищать кожу это у нас идет период до времени новолуния за день до новолуния мы заканчиваем очистка кожи это вот это важная работа стрижка ногтей очень хорошо проветрив ремонт кстати ремонтные работы можем мы проводить только с 12 часов проветривание вещей тоже при хорошей погоде с 12 часов рукоделие в весах прекрасно стирка убывающая луна знак девы прекрасные весы здесь энергии будут совмещаться очень хорошо получится и уборка тоже качественная идем дальше 30 весы как говорит одна наша зрительница мне очень нравится когда все да 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 вот смотрите в весах все наши работы которые мы по дому со своим телом смотрите все 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 да даже повторять их не буду все у нас здесь супер зеленый свет включен а вот здесь уже 1 декабря здесь придется уже делить этот день и планировать свою работу смотрите постарайтесь растопить печку до 12 часов потому что далее вот эта энергия скорпиона вода стихия воды она давит и очень сложно растопить печку в это время уже после 12 будет дым поэтому с утра это делаете стригите волосы до 12 часов в весах потом нет никаких стрижек уже не проводим очень плохо отражается на на волосах на качестве роста поэтому не стрижем не красим после 12 часов делаем все эти работы до 12 мыть волосы лучше до 12 часов а вот очистка кожи у нас здесь нету пока никаких претензий далее стрижка ногтей до 12 часов только затем не стрижем они тогда расслаиваются в знаках стихии воды ремонт до 12 часов далее позже не затягивайте проветривание вещей вот здесь вот эти энергии уже скорпиона они настолько сильны что не выносите в этот день вещи на улицу не проветривайте будет влага и остается очень важное дело это творчество наше рукоделие очень хорошо в весах все получается стирка хорошо получается и уборка прекрасна и вот у нас завершающий как раз день 2 декабря в скорпионе вот смотрите это тот период который не нравится многим но что поделаешь да стихия воды плохо горит даже сухие дрова лучше не стричь волосы не красить качество будет отвратительное мыть волосы тоже не рекомендуется а вот продолжать очистку кожи это можно делать стричь ногти не рекомендуется ремонт тоже не проводим проветривать вещи в знаке стихии воды не делаем этого и естественно рукоделие уже завершился период весы это продуктивное творческое время в скорпионе уже увы не получается зато смотрите вот прекрасный период период для того чтобы можно было хорошо постирать это если хорошая погода выстирывается замечательно убывающая луна знак скорпиона даже самые такие пятна сильно загрязненные вещи все выстирывается и можно проводить вот здесь генеральная уборка супер все отмывается все убирается вот на это время очень хорошо планировать генеральную уборочку луна для здоровья напомню что у нас утро еще будет луна находиться в знаке девы поэтому на завтрак не готовьте еще макароны или другие углеводные продукты можно и нужно использовать раздельное питание и пищу принимайте маленькими порциями и это будет длиться до 11 часов утра естественно можно приготовить гречневую кашу пшено сварить яблочки запечь и любые другие продукты которые в этот день рекомендуется это гранат картофель морковь цитрусовые фрукты и в меню включайте растительное масло грецкие другие орехи редько молочные продукты зеленые культуры и цветную капусту 29 после 11 часов 30 ноября 2021 года а также 1 декабря до 15 часов вот такой длинный период луна будет находиться в знаке весы а в знаке весы уязвимы почки мочевой пузырь мочеиспускательный канал мочеточники надпочечники женские половые органы мочеполовая выделительная нервная система и система желез поэтому в это время нужна викторианская пища но это не значит что нужно заниматься сыроедением в это время готовьте каши из риса гречки ржи овса ячменя а также можно в это время использовать для приготовления пищи семена редьки горчицы пшеницы других из лаков люцерны вот именно из них очень хороши проростки вот здесь салаты из проростков супер время и очень хорошие хорошее питание для нашего организма также хорошо употреблять в это время груши хурму бананы изюм курагу виноград яблоки качаную и цветную капусты если есть укроп петрушка томаты огурцы морковь дайкон редька салаты но и в это время рекомендуется заправлять салаты лимонным соком сметаной или сливками не используйте в это время масло 1 декабря после 15 часов а также 2 декабря убывающая луна будет находиться в знаке скорпион а в дни нахождения луны в скорпионе уязвимы прямая кишка сфинктер половые органы мочеполовая нервная системы берегите пожалуйста свои ноги и область таза в тепле держите не охлаждайтесь не переохлаждайтесь поменьше находитесь на улице что в это время из питания лучше всего продукты с витаминами группы b и c и е а также железо где такие есть важные питательные вещества в яблоках которые сейчас есть в цитрусовых в черносливе в овощах картофеле в перце сладком баклажанах томатах в редисе дайконе свекле моркови капусте чесноке лук-порей у многих есть пожалуйста используйте но естественно салат там где еще есть в теплицах или в теплых регионах хорошо петрушка и укроп базилик щавель из рыб в это время очень хорошо использовать морскую океаническую рыбу морепродукты и икра рыбная а также ламинария напоминаю что в знаке скорпион очень важна низкокалорийная но богатая белками сбалансированная по основным питательным веществам витамином и микроэлементом пищи не забывайте о травяных чаях они очень сейчас полезны наш выпуск агрогороскоп с 29 ноября по 2 декабря 2021 года завершается мы авторы этого канала раиса горяченко и александр волик шлем вам самые лучшие пожелания крепкого вам здоровья солнечного настроения и естественно благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале пока пока